Моя Родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Здравствуйте, друзья. Начинаем запись. Вот вы на моем сайте. Это перед вами Железа Валерий Константинович. Вот это 5800 фильмов, 400 с лишним напечатанных в российских изданиях статей, 4 книги, 20 учебных дисков. Все есть для того, чтобы в России были сады. Вот. Но сейчас мы расширяем тему не только садоводства, но и назвал «Сбережение народа». Вот. Вряд ли кто-то из вас знает о том, что это название уже было лет 300-200-300 лет назад. Вот. Почему я расширяю эту тему? Я воткнулся, повоевал с ветеринами медицами, воткнулся в бетонную стену, получил отлуп на международной конференции в Москве. Сами позвали, сами отключили микрофон. Сейчас вы поймете, насколько все это важно. Значит, это уже... А почему? Я хотел ограничиться садоводством. Сейчас скажу, почему не ограничиться. Так, проверяем запись. Вроде идет. Вот смотрите. Выживание народа. Сбережение народа. Тут не я главный. Вот он главный. Видите, это Ломоносов, Михаил Ломоносов. Вот. Мне повезло. Он издал книгу при своей жизни. Она примерно называется, примерно, сбережение народа. Там 7-8 причин, почему у нас народ не прибавляется, а теряем население. То есть, он действительно мыслитель. Мыслитель необыкновенный. Второй и последний, это 21 век, это Железа Велико Сенча, извините за наглость. Возможно, я его реанкарнация, потому что много ноют, воют и плачут, что народу все меньше. Вот. И все делается для того, чтобы было еще меньше. Я не о политике. Нет, сейчас поймете. Давайте самый простой пример. Начнем все-таки с садоводства, а потом перейдем на более важные и нужные темы. А почему садоводство? Официальный сайт. Смотрите. Итак, есть новая технология. Есть быстрое, за несколько лет развитие науки, а потом за примерно еще плюс 10 лет, вся страна покрывается садами. Ну, поверьте, у меня сейчас погреб лежит 200 тысяч косточек. Каждая из которого живая и должна тут же стать садом. Довели это плодношение, это несколько лет эти косточки. А вы знаете, что такое гематическая прогрессия? Ну, кто-то помнит. Вот. Тогда получается следующее. Необыкновенная вещь. Сегодня мы имеем завал невероятной импортной продукции. Я имею ввиду продукции плодовой. Плодовой. Ну, может, большие. Плодово-овощной. Вот. Добавим сюда овощи. Итак, 40 обработок деревьев. Средняя цифра. Не привлечил. Все это идет к нам. Если бы у нас работали службы, у нас не было бы ни одного килограмма. Не то, что миллионов тонн, ни одного килограмма бы не было. Вот. Мы бы, у нас бы сыпали зубы, потому что, ну, вспомните цингу на северных краях. Люди умирали. И приобилие мяса и рыбы. Люди умирали. Не хватало пустяка. Овощей и фруктов. Вот. Подчеркиваю. Пустяка в кавычках. И вот получилось так, что зато обмагонидим отравлено. Запрети. Значит, все равно плохо. А то, что сейчас это вымирание. Одна из причин вымирания. Ну, если бы по-настоящему были. Забрали, что в этих фруктах, красивых яблоках и прочих персиках. Вы бы ужас пришли. 40 обработок зарядной адахимикатами. И вот, получается, берем другую крайность. Я наткнулся на бетонную стену. Меня сушать не стали. Отставили в сторонку. И берем другую крайность. Скажем, в саду абрикосы. Абрикосы, 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 абрикосы. Каждому. А я бы взялся бы это сделать за 5-10 лет. Сами знаете. Массовая агитация. Разложение и прочее, прочее. И вот, что бы мы имели тогда на том краю. На то, чего никогда не будет. В каждом саду абрикосы. И прочее фрукты. Ну, в овощи тоже можно безнятых химикатов. И... И... Совсем другое состояние народа. Исчезает очередь в больницах, поликлиниках. Вот. Меньше... Каких самых... Похороны, прочее, прочее. Вот просто представьте себе... Вот представьте себе такую картину. Каждого завал фруктов, овощей. Все было бы так же. Нет. Но есть еще другие причины. Значит, пока первая глава, но она будет о другом. Я просто сказал, что здесь у меня бетонная стена. Идем нормальный герой, всегда идут в обход. Итак, мы имеем кого? Мы имеем Лобоноса. Так. Который говорил о сбережении народа. И сделал книгу. Я сейчас... Ладно. Сказав А, говорю Б. Я запомнил только два момента из этой книги. Вот. Это очень важно. Это важнейшее... Пусть у меня не один фильм будет, а пять, десять. Я должен об этом сказать. Сказать сейчас. Потому что много лет назад я сказал, кто помнит. Кто-нибудь ухом повел. Слушайте дальше. Итак. Самое... Одно из них было такое. Вот. К чему мы сейчас идем? Полностью разворотив молодежь. Полностью. Сейчас пятилетний ребенок. Он возьмет слово порно. И окажется в удивительном мере. Вот. Пятилетний. Десятилетний. Вот. А почему десятилетний? Мне было десять лет. Я уже с удовольствием разглядывал эти самые. Картины голых женщин на... Самых этих. Знаете, те, кто знаменит Рембрандт. Кто там еще был? Ой, сколько их было. Я никого почти не помню. Они рисовали голых женщин. Они были... Я так считаю. Они были... Как бы это... Слово-то такое было. Озабоченными. Вот. Вы рисовали каждую детальку. Женщины были, конечно, аппетитные. Как правило, полные. Вот все это было. Мне было десять лет. А мне дают книжку с репродукцией. Там с первой, в двадцатая, в пятьдесятая женщины все голые. А мне был не след, и меня это возбуждало. Я не хочу скрывать. Вот. А теперь представьте современные мальчики, которые не репродукцию классиков смотрят. А сами знаете, что. Теперь смотрим дальше. Итак, возвращаемся к времену Ломоносова. Сейчас я забыл посмотреть, какой он год жил. Ну, где-то, по-моему, еще даже до Александра Первого. До Наполеоновского война, по-моему. Ладно. Это и так важно. Давно. Старина глубокая. И вот. И вот одна из главных причин. Знаете, какую я назвал? Держитесь за стулья, ребята. Крепко держитесь. Он сказал так. И сразу разъяснял. Значит, идут войны. Солдат заболевают на двадцать пять лет. Молодежь, юноши, уходят в армию на двадцать пять лет. Возвращаются через двадцать пять лет совершенно негодными. Ну, не стариками, но они уже фактически не это самое. Не полноценные мужчины. А в это время, ну, знаете, что такое? Пройти в Европу несколько раз туда и обратно. Пешком. Вот. И быть весь израненым заодно. Войны-то непрерывные. И в селах, как он пишет. Это он пишет. Вот, смотрите ему в глаза. Он вряд ли привлечил. Оставались девушки на выдане. Взрослые женщины. И мальчики. Такие мальчики маленькие, что практически на что негодные. И вот женщины их развращали. То есть они делали из них своих любовников. Взрослые женщины. Вот. Оставшиеся без мужчин. А их просто негде было брать. Нету мужчин. Вот просто нету. Забрали в армию всех. И они их принуждали к сексу. Вот. Когда эти мальчики вырастали, оказывается, они не умеют, не могут делать детей. Все. Вот эта ранее, сверхранняя активность половая привела к тому, что они оставались бездетными. И это назвал наш Михаил Ломоносов одной из главных причин, почему в России падает население. А теперь возьмем 21 век. Дальше продолжать? А? Или не надо? Я тут на медне слушал. Идут три девочки. И знаете, какие... Все, какие есть грязные матерные слова, а им лет по 12. А у них ни одного слова, кроме них, только это. Они друг другу... Ну, там были слова в рот, догадайтесь, какие, я не произношу. Потому что еще отключит этот самый. Мой этот, как он называется этот? Ну, канал этот заблокирует. Вот. Поэтому дальше продолжать не буду. Вот. Поняли, что такое 21 век? То есть, с этим надо что-то делать? Или не надо? Как вы думаете? А? Я сразу говорю, это будет не глава первая, это предусловие у меня называется. Просто, чтобы задать задачу. Вот. Цензура. Да такая цензура, что вот уж действительно попробовал кто-то там это. Телеканал ТНТ. Ой, я сейчас боюсь повторять эти самые, ихние шуточки. То есть, их не отключат, а меня-то отключат. Все, проехали. Идем дальше. О серьезных делах говорить. Это было, как мы его назовем? Это было предисловие. И вот. И конкретный пример. Там еще было еще 6-7 примеров, где мы теряем население. Теряли при нем и сейчас. Второй и последний человек из сотен миллионов, которому это надо. А раз надо, значит, слушайте дальше. И так, это Михаил Ломоносов. Это Железов Валерий Костеевич. Таким меня, это самое, представил себе. Очень известная, не так известная, как палатливая художница. Нормально? Лет 10-20, подождите. То, что я сейчас говорю, будет напечатано. Кто-то может застанет. Я-то уже не застану это время. Вот. И так. Книга Валерия Железова. Значит, название похожее на Ломоносова. Но я точно не помню, как оно называется. Итак, как оно должно называться? Пусть оно пока аудио. Пусть пока аудио. Пока. А-у-ди-о. Аудио. Терее. Нет, не так. Вот так. Еще и работать не хочет. Сейчас. Секундочку. Аудио. Книга Валерия Железова. Сбережение народа славянского от физического унистяжения. Почему я написал именно славянского? Потому что мы зашли в этом плане дальше всех. Вот. Дальше уже некуда. У нас было больше всех войн. И мы потеряли очень большое количество интеллектуальных этих самых. Часть населения. Очень много. Вот. И мне прикид, меня возмущает, когда говорят, что мы быдло. Вот. Вот чтобы не было быдла, я хочу, чтобы эта книга была издана. Итак. Однажды случилось следующее. Я написал главу книги. Она есть. Такая книга. Вот. Вот это. У меня сейчас две книги бумажные. Невольная реклама. А, нет. Вторая книга. Там записки зачарован. Нет. Самая первая, которая уже осталась только на этом. Электронном виде. Сибирский сад. Сотворение чуда своими руками. Там есть глава. Называется. Время, проведенное в саду. Не засчитывается в срок жизни. Это была моя первая попытка. Как-то воздействовать на это дело. Книга издана была тиражом 1300 экземпляров. Повлияла в России. Хотя там очень полезные советы. Нет. Вряд ли повлияла. Пусть это будет вот время, глава, время, проведенное в саду. Пусть станет главой новой книги. Потому что та уже забыта. Ну, 1300 экземпляров. Смеетесь. Был момент. Я терпеть не люблю лунные календари. Так. И вдруг однажды мне попался книжный целыйный календарь. Я открываю ее и глазам не верю. Моя глава, время, проведенное в саду. Вплоть до запятых была там напечатана. А знаете, какой там был тираж? А в то время это же самая популярная на свете была вещь. Кто? Лунные календари. Самая популярная. Самая читаемая. 150 тысяч экземпляров. И в нем... Я, единственное, меня обидел еще. Нет, я гордился. Я помог людям. 150 тысяч человек прочтет мою главу. И кто-то где-то поможет. Кто-то вылечит шпору. Кто-то еще что-то вылечит. Ну, мои советы послушал. Почитал. Вот. Ну, конечно, было обидно. 150 тысяч экземпляров. А меня даже не спросили. Где они ее взяли? А уже в то время росло было распространено именно в этом. Называется плагиат. Ладно. Итак, глава первая. Наверное, может быть, сейчас остановиться. Пусть это будет первое предисловие. А глава первая. Может, это будет следующая глава. Вот. То есть, следующий фильм. Наверное, так и сделают. Тогда что бы еще сказать, что еще не мог мне это. Вот. Я одно скажу. Да. Моя глава-то про здоровье. Время, проведенное в саду, не засчитывается в срок жизни. Она была напечатана здесь и там. 150 тысяч экземпляров. Я горжусь. Хоть украли у меня эту статью. Вот. А вот книга Ромоносова, вот эта. Я не помню остальные. Я запомнил еще. Огромный урон приносили тогдашней церкви. Потому что зимою воду не грели. Вот. И зимою в ледяной воде купали молодеца. И было такое выражение. Кондрашка хватало. Вот. В общем, тоже повлияло. В том числе и на численность людей. То есть, в прямом смысле, могли ребенка заморозить. Вот. Это тоже он. Вряд ли мы его называем гением. Вряд ли этот гений мог глупости писать. Согласитесь. Вот это второй и последний из этих советов, которые лично я читал. Книжку мне дала соседская. Черниска лет одна умерла. А какую роль сыграла в моей жизни? Помните, я рассказывал. Это я как бы заканчиваю эту серию хотя бы чем-то полезным. Та бабушка сводила меня в лес. Показала сибирские. Сибирки. Официальное название. Яблоневая ягода. Нет. Ягодная яблоня сибирка. Вот. Она мне показала. Я с них начал разводить сад. А потом дошел до персиков, черешин. Вот. Ну, сами понимаете, все кроме бананов. Образно говоря. И вот тогда я вспомнился Ломоносова, что наше могущество будет простать Сибирью. Сейчас Сибирь вымирает. Сейчас Сибирь вымирает. Я же когда начал публиковать на эту тему письма, оказалось, что в Куроме везде население в Сибири падает. А много сделали, чтобы сохранить его. Чем? И вот тогда я сказал себе, значит, нам надо эту книгу кому-то найти. Не мне же. Вот. Не мне же. Которому не дали слова на международной конференции, отключили микрофон. Я про это тоже буду говорить. Только не сейчас. Сейчас тема важнее. Вот. Хотя не так. Не менее важная. Вот. И вот эту книгу, которую напечатал, написал Ломоносов, нужно восстановить этот тираж. Потому что остальные примеры не помню. А вдруг там не менее важные были причины, почему падало население в 18 веке. А? Вот на этом я заканчиваю первый фильм, друзья. А потом будет много советов, как продлить жизнь каждому конкретному человеку. Продлить жизнь. Спасти жизнь. И по глупости не погибнуть или не покалечиться. По глупости. По своей собственной глупости. Вот. Где-то у кого-то в памяти останется. Все. Благодарю за внимание. Фильм за номером. Раз. Закончен. Затем пойдет фильм номер два, номер три и так далее. Тarемия. Таремия. Таремия. Продолжение следует...